Доброго времени суток, дорогие зрители телеканала Инспорт. С вами Мурагер Муратов и сегодня к нам судя пришел в качестве эксперта Сергей Янабаев. Сергей, добрый день, как дела у вас? Да, здравствуйте. Ну, неважно день или ночь у кого-то, может быть вечер, да, неважно какое время суток. Самое главное, что мы с вами в эфире и есть повод поговорить о предстоящих играх, о минувших противостояниях. Ну, естественно, о предстоящем полуфинале и плавно подойти к нему, исследуя минувшие игры. Давайте в первую очередь мы поздравим полуфиналистов. Намат встретится с Араркой и их соперники Орланы Бейбарс. Давайте начнем обозревать четвертьфиналов. Как вы можете... Ну, что можно сказать? Я думаю, что стоит взглянуть на турнирную таблицу, которая на наших экранах и, естественно, уже по ней сделать какие-то выводы. Да, многие говорили, что какие-то полуфинальные пары, может быть, неожидаемы, но, на мой взгляд, это было предсказуемо и это было ожидаемо. Почему? Ну, потому что вот взять, если соперника Намада, команду Сарарка, да, давайте будем о них сейчас говорить, то в этой команде в четвертьфинале такое ощущение, что не забивал только Лентяй, да. Посмотреть, если на счета, огромные счета и особенно стартовый матч довольно хорошо стартовало с РРК, с Алтаем Торпедо. 9-0 такой счет у нас на табло итоговый. Ну, если вот от Анаховского, Сиксны, Борисевича и Рахманова мы привыкли видеть заброшенные шайбы, да, эти ребята, они забивают, ну, с регулярностью, скажем так, да, и набирают очки в свой актив, то вот в этой игре отличились и новички команды, для которых это был, ну, если не дебют, то, ну, такие вот матчи начальные в новой для себя команде. Это Сергей Барбашев и Иван Ширяев. Как раз-таки вот имеем возможность мы сейчас посмотреть эти заброшенные шайбы и полюбоваться, насколько все качественно сделано это. Ну, и, естественно, для вот этих двух ребят, для Сергея Барбашева и Ивана Ширяева, как раз-таки эти дебютные шайбы, они стали самыми, наверное, стартами и хорошим стартом именно в серии плей-офф. Вот посмотрите, насколько все здорово сделано. Если чуть-чуть раньше посмотреть на эту атаку в замедленном действии, как она развивалась, посмотрите, из своей зоны стандартно из-за ворот начинают раскатываться карагандинцы. Неплохой вход в зону, бросок, вратарь отбивает перед собой и там уже идет работа на пятачке. Тут вот хорошая остановка на синей линии и бросок от Сергея Барбашева. Все здорово, все как по ноткам сделано, разыграно. Ну, я думаю, что стоит обратить внимание также на шайбу, заброшенную Иваном Ширяевым и тоже насладиться в таком же ракурсе и в таком же моменте. Ну и посмотрим сейчас в замедленном действии, как все это происходило. Посмотрите, вот кажется рисунок игры тот же самый, от синей линии бросок. Там подработали на пятаке, закрыли обзор голкиперу и очень здорово, шайба оказалась в воротах. Тем самым у нас и Барбашев, и Ширяев набирают в первой игре первые очки. Да, здорово. Дебютировали они на Кубке Континентальном. И вот здесь за Сарыарку тоже первая серия плей-офф для них за казахстанскую команду и первые набранные очки. Ну и что мы видим в дальнейшем? Мы видим счета в серии 9-0, 7-0, 1-8 и 1-9. Ожидали? Ожидали. Торпеда у Скаменогорска, Алтай-Торпеда забежали в плей-офф, можно сказать, уже в последний вагон, в последние игры, там у них получилось зайти, ну и видим результат, что в плей-офф они не смогли оказать должного сопротивления команде Сарыарка. Дальше по серии Намат и Торпеда. Здесь, конечно, ожидалось, что борьба будет довольно серьезная, намного серьезнее. И болельщики говорили, у Скаменогорска, и болельщики из города Нур-Султан тоже много говорили, что серия может затянется и до 7 матчей. Ну вот, как мы видим, первая игра у нас показала, что действительно у себя дома у Скаменогорска Торпеда в основное время получилась ничья, и в овертайме они забрали себе победу. И не просто в овертайме, а во втором овертайме, там, получается, больше четырех периодов команды провели на площадке, и вот все-таки удача была на стороне у Скаменогорского Торпеда. Тут тоже, ну, стоит отметить, конечно, Александра Архипова из у Скаменогорской команды, который открыл счет своей команды, да, в серии плей-офф. Ну и он же забросил последнюю шайбу в четвертьфинале для своей команды, уже играя в Нур-Султане. Первый матч 3-2 в овертайме. Первый матч, да, 3-2 во втором овертайме. Во втором овертайме. Да, вот дальше, посмотрите, что у нас происходит. Здесь вот, конечно, хочется сказать, что и Валерий Гурин, отметить Валерия Гурина, который отметился дублем в игре. Смотрим на счет в серии. 3-2 первая в овертайме победа у Скаменогорского Торпеда. Ну, а дальше там уже, к сожалению, удача была не на стороне у Скаменогорцев. 1-3, вторая встреча. Дальше в Нур-Султане сыграли вовсе 8-2. Здесь непонятно, что там и как получилось у Скаменогорцев. Ну, и, естественно, 3-1. Это был пятый, да, по счету, матч. Да, получается, пятый. Раз, два, три, четвертый. Четвертый матч и последний уже менее раздумный. И заключительный они уже так вот, в общем, сыграли. Стоит отметить отдельно здесь, конечно, игру Максима Мухаметова. Это первая домашняя игра, как раз-таки, вот, когда со счетом 8-2 выиграла команда из города Нур-Султан. Здесь он отметился хэт-триком. Я думаю, что тоже можно посмотреть и покомментировать эти голы, насколько все здорово Максим с партнерами сделал и создали хорошие моменты. Посмотрите, неплохая передача от Зубова. И тут Мухаметов практически с острого угла и там чуть ли не вплотную расстреливает ворота голкипера команды из Усть-Каменогорска. Очень здорово. И стоит отметить, конечно, что Максим Мухаметов открылся как раз-таки в серии плей-офф. То есть под занавес чемпионата. Там он периодически выходил, где-то отличался результативными передачами. Еще там шайбы были у него заброшенные. Но вот здесь хочется сказать, что Максим действительно очень здорово поработал. И очень хорошо здесь угадали тренеры именно со связкой Зубов и Пархоменко. Мне кажется, вот на протяжении чемпионата, кто бы не играл с этими парнями, тут стопроцентный вариант. И никаких не может быть даже сомнений в этом. Ну и еще хотелось бы отметить Андрея Рунова, который также показывал хорошую игру, забрасывал шайбы, отдавал передачи. И что хотелось бы сказать, даже партнеры по команде в столичном намаде, они говорят, если Рунов идет рядом, Рунов идет сзади где-то, то ты уже точно знаешь, что поддержка есть. И будет обязательно добивание ворота. Если пройдет бросок первый и сзади Рунов накатывается, то обязательно будет добивание. И не исключено, что и заброшенная шайба. Ну и Денис Михнин тоже очень здорово показал себя. Вот как раз-таки шайба Андрея Рунова. Смотрите, здорово. Сам выбежал, сам открылся. И ведь рядом соперник был с ним. И вот Денис Михнин как раз-таки тут в непонятках остался вратарь, что там произошло, как это было и что тут получилось. Ну как бы то ни было, Денис Михнин, смотри, мастерский, кистевым бросочком в дальнюю девяточку. И все, шайба оказалась в воротах. Ну вот эта игра уже, я так думаю, была переломной и привела уже столичную команду к победе. Вот смотрите, еще с одного ракурса. Очень здорово. Привела к победе в этой четвертьфинальной серии. Поэтому сегодня мы видим такие пары. Сарарка Намат и Орлан Бейбарыс. Давайте тогда начнем сразу же. Сарарки Намат по личным встречам этих команд. Мы знаем, что Сарарка – это лидер регулярки. И ваше мнение по поводу этого матча? Ну, хочется сказать по этим играм. Хочется отметить то, что, может быть, кто-то и скажет. Ну и мы, в принципе, предполагаем, что Сарарка ведь приехала в город Нур-Султан сразу с континентального кубка. С вами мы все видели, были болельщиками и комментаторами этих матчей. Смотрели, насколько нелегко далась вот эта игра и выход в финальную часть для Сарарки. Поэтому они уже приехали, ну так скажем, подуставшими. И причем еще и плюс дорога. Я думаю, там несколько дней было всего на акклиматизацию у Сарарки. И что хочется отметить, что первые два матча в Нур-Султане на мат Сарарка, когда играли 25-26 ноября, они играли без Леонида Тамбиева. То есть на посту тренера, на тренерском мостике тогда исполнял обязанности тренера, был Роман Козлов. Ну и, возможно, плюс к этому еще и сказалась игра на континентальном кубке. Тогда Сарарка уступила в двух играх за счетом 4-3 и 2-1. Но сказать, что как-то Роман Козлов не справился со своими обязанностями, конечно, этого не скажешь. Тоже были очень хорошие две игры, хорошие две серьезные такие вот битвы в Нур-Султане. И что хочется еще отметить, вот в следующих играх уже у себя дома в декабре, 4-5 декабря, эти команды вновь встретились. Но на этот раз уже новым главным тренером, уже там главным тренером его объявили, был Александр Петрович Макрицкий. Это белорусский специалист. Сделали на него ставку тоже. Ну и тут получилось, что Сарарка обыграла столичный намат. Но не так, как хотелось бы, конечно. Тут в первой игре очень огромный счет был. Там даже намат выходил вперед, ввел. Ну а в Сарарке удалось выиграть лишь по булитам. Лишь в серии булитов. 7-6 такой счет. Во второй игре тоже была очень интересная игра. Но вот за счетом 3-2 карагандинцы смогли взять верх. То есть у нас получается, что в очном противостоянии по победам 2-2. Но забрали, если смотреть по очкам, 5 очков забрали из города Нур-Сутан хоккеисты и 4 очка у карагандинцев. Давайте теперь подробнее. Вот вы сами говорите, что Сарарка была, так скажем, не на пике во время этих матчей. И игры на континентальном кубке они в любом случае сказались на команде. И если отбросить факт личных встреч в этом сезоне, как вы думаете, кто же является фаворитом этой встречи? Ну я не буду говорить, кто является фаворитом. Я вот как бы не угадываю, не делаю ставки никогда. Я думаю, что будет интересная, хорошая игра в полуфинале, имею в виду. Сколько их там будет, пока неизвестно. Сколько матчей будет. Но я так думаю, что серия должна все-таки затянуться. За 4 игры, я думаю, что эта серия не закончится. Но я не говорил, что Сарарка не была на пике. Это не мои слова. Просто немножко, может быть, подустали после континентального кубка. И за сезон, если посмотреть, у Сарарки очень часто бывает так. По-моему, в прошлом сезоне тоже. Сейчас мне вспомнить, до Леонида Тамбиева. Там у них ротация тренерского штаба шла. Тамбиев пришел, все, Сарарка пошла. Пошла на пик. Взяли чемпионство. Вышли на континентальный кубок. Взяли путевку в финал континентального кубка. Но дальше опять смена двух тренеров. И, возможно, вот этот небольшой спад, который был, с этим и связан. Перестройка какой-то, может быть, тактической схемы. Возможно, это и сказалось. Но то, что соперник легкий попался, это однозначно. В четвертьфинале Карагандинской Сарарки. Ну так, для разминки. Давайте тогда поговорим немного о цифрах, о лучших игроках, о самых результативных игроках, действующих полуфиналистов. Да, я думаю, что самое время поговорить о тех, кто внес свою лепту, свой вклад. Для многих команд это было неожиданностью, наверное. Ребята открылись по-своему в четвертьфинальной серии. Ну и начнем, наверное, со столичного намада, так как они являются низшей командой, которая вышла в полуфинал. Ну и здесь, конечно, как раз-таки Максим Мухаметов. Он является одним из лидеров по количеству набранных очков. За четыре матча у него шесть набранных баллов. То есть пять заброшенных шайб и одна результативная передача. Это, естественно, о многом говорит, что парень действительно вошел в кураж. И мы можем ожидать от него в полуфинале такой же результативной игры. Это что касается нападающих. Вот сейчас хочу привести как раз по статистике трех нападающих столичного намада. Мехнин, опять-таки, Денис Мехнин, шайбы которого мы смотрели буквально недавно. За пять матчей у него шесть набранных также баллов. Но единственное, что четыре заброшенные шайбы у него поменьше, чем у Максима. И две результативные передачи. Ну и плюс ко всему Алексей Зубов тоже за пять матчей набрал шесть очков. Две заброшенные шайбы и четыре результативные передачи. Что касается защитников столичной команды, то здесь непосредственно лучшим его и отмечали. На федерации отмечали его в чемпионате Казахстана. Он вошел в тройку лучших защитников про хоккей Лигасы. Его можно назвать действительно одним из ведущих игроков в составе столичного коллектива. В составе столичного коллектива. За пять матчей серии с торпеда он отметился шестью результативными передачами при показателе полезности плюс пять. И всего две минуты штрафа у него, что у защитников не очень часто бывает. Если защитник, то обязательно должны быть какие-то стычки, удаление. Ну и естественно Адиль Бекитаев. Без него, мне кажется, защитная линия лидерства никуда. Просто вот тоже за пять матчей у него четыре набранных балла. Одна заброшенная шайба и три результативные передачи. Что касается Сарыарки, то здесь, если брать общую статистику, общую таблицу, то тут полностью пятерку лидеров. У нас в серии плей-офф занимают карагандинские игроки, карагандинские нападающие. То есть здесь, сами мы увидели, сколько шайб заброшенных. Как я уже говорил, что забрасывали все, кому не лень. Ну, здесь, естественно, мы можем отметить и посмотреть, что Кирилл Кожевников стал одним из семи хоккеистов Сарыарки, кто добрался до отметки в 30 очков. И за четыре встречи в плей-офф он заработал почти четверть от этого количества баллов. В его активе семь очков, две заброшенные шайбы и пять результативных передач. И при лучшем среди всех игроков, выступающих в плей-офф, показатели полезности плюс восемь. То есть так вот. Дальше идет Никита Анаховский, результативный игрок по итогам регулярного чемпионата. Причем самый результативный игрок. И продолжает исправно улучшать свою статистику в плей-офф. В серии против Ускаменогорцев он заработал в каждом матче практически по набранному баллу. Всего их девять. То есть три заброшенные шайбы и шесть результативных передач. Ну и Сергей Барбашев, которого мы тоже отмечали. Он пополнил состав черно-желтых незадолго до плей-офф. Говорили мы об этом. И ему не понадобилось много времени, чтобы влиться как раз-таки в коллектив. И набрать десять баллов. Две заброшенные шайбы и восемь результативных передач. Ну и что вот хочется отметить, что среди защитников мы видим в числе лидеров Эмиля Нургалиева. Который тоже, казалось бы, где-то потерялся. Находился, может быть, на вторых ролях подключался. Он такой защитник атакующего порядка. То есть он может играть хорошо и на синей линии, и у вратарской зоны. И перекрывать обзор вратарю-голкиперу и забрасывать шайбы. То есть Нургалиев установил личный рекорд, кстати, в регулярке по результативности в чемпионате Казахстана. И вот в его активе шесть передач за четырехматчевую серию с ЛТМ-торпедо. И показатель полезности плюс семь у Нургалиева. Эдгар Сиксна, ну естественно, здесь, я думаю, представлять не стоит его. Уже его можно назвать старожилом, ветераном карагандинской сороки. Мне кажется, что он начал здесь как играть, так он и закончит, наверное, свою карьеру в Караганде. Очень уж нравится, наверное. Он был лучшим защитником прошлого сезона в про-лиге. И остается одним из лидеров карагандинского коллектива. В принципе, как на льду, так и в раздевалке. И в текущем розыгрыше плей-офф он заработал семь баллов. То есть у него одна заброшенная шайба и шесть результативных передач. Ну и хочется сказать, что, в принципе, Эдгар Сиксна – это капитан команды. И как раз-таки в нужный момент находящийся в нужном месте. То есть в самый ответственный момент Эдгар сможет бросить со своей убойной позиции от синей линии, как мы привыкли видеть шайбы от Сиксны. Ну и помочь своей команде. Поэтому я думаю, что вот тех игроков, которых сейчас я перечислил, нужно делать в первую очередь, наверное, ставки на них. Ну и смотреть. Но там дальше как пойдет. То есть есть госпожа удача, которая может помочь продолжить набирать очки в серии плей-офф. Ну а может не повезти. Потому что есть очень много перспективных ребят, которые также стремятся забрасывать в каждом из матчей. Спасибо вам, Сергей, за подробный обзор. Ну и крайний вопрос. Как думаете, вот четверть в финале 40-ка встречалась с Алтаем Торпедо, и как вы говорили ранее, что в свою очередь это матч-разминка для карагандинцев. И сильно ли это может сказаться? А что, если сейчас ребята, так скажем, не в самой лучшей форме подойдут к матчу против «Номаны»? Вы знаете, очень часто этот вопрос я задаю в общении с игроками. Не скажется ли вот эти игры, которые, казалось бы, легкие, на дальнейшего более серьезного соперника нет? Я думаю, что нет, потому что команда СРРК очень серьезная, такая уже профессиональная команда, которая, в принципе, знает, как настраиваться на соперника. И каждый из игроков говорит, что выходим на каждый матч по-боевому, несмотря на то, какой соперник. С низшей строчки турнирной таблицы, либо с высшей. Поэтому я не думаю, что карагандинцы выйдут, что называется, на одном коньке с «Номадом». Тем более, вот это противостояние, я думаю, что у них есть еще обида за те два поражения в городе Нур-Султан, да, в регулярном чемпионате. Поэтому думаю, что борьба будет очень серьезная. Ну что ж, дорогие зрители телеканала «Инспорт», мы подходим к логическому завершению. Для вас работали я, Мурагер Муратов, и наш гость, бессменный эксперт Сергей Янабаев. До новых встреч. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова